Девочка-пай Музыка, которая звучала только что, это рэк-тайм. Жанр, ставший традиционным жанром раннего джаза. Почему именно рэк-тайм? Рэк-тайм, вот эти созвучия, вот эта необычная очень характерность такого жанра раннего джаза, она стала, эта форма музыкальная, она стала как бы символом музыки начала века. А наша сегодняшняя передача названа «Музыка XX века». Мы сегодня хотели немножко подробнее остановиться, может быть, не на всех музыкальных направлениях, представленных в нашем столетии, хотя бы на некоторых основных, может быть, наиболее ведущих авторах, которые работали в XX веке композиторах, на некоторых их произведениях, которые мы хотели бы вам сегодня показать. Мы сейчас продолжим этот разговор, но прежде я хотел бы представить вам, моего коллегу, близкого друга, солиста симфонического оркестра Яни Самовредия. Ну вот, рэк-тайм. Роман «Доктор Роу». Рэк-тайм начинается эпиграфом Скотта Джоплина, пианиста. Автор рэк-таймов «Никогда не спеши, играй рэк-тайм, играй рэк-тайм медленно». Вот вроде бы, с одной стороны, вроде бы такая умиротворенность в этом, и с другой стороны, начало века появление рэк-тайма как символа музыки, я повторяю, сразу было обусловлено невероятным многообразием и форм искусства, многообразием жанров и многообразием чисто социальных изменений, которые были в начале века. Потому что XX век — это век грандиозных социальных преобразований. Это век, где искусство расслоилось по множеству различных совершенно направлений, каждая из которых развивалась совершенно автономно, ну, были, конечно, общие точки соприкосновения. И сейчас, говоря о искусстве XX века, очень трудно избрать какие-то генеральные линии развития. Ну, мы, тем не менее, попробуем сегодня это сделать, тем более, что мы считаем, что для того, чтобы понимать ту музыку, которая звучит сегодня, ту музыку, которую мы слушаем сейчас, каждый день, сегодня, каждый день, нужно всё-таки знать, что предшествовало этому, нужно знать какие-то основные имена композиторов, основные имена тех музыкантов, которые работали в нашем столетии. Тем более, что, повторяя, музыкальная картина музыки XX века очень многопланова и разнообразна. Ну, вот, раз уж мы заговорили о ректайме вначале, то, может быть, есть смысл сказать о том, что в это же время, ну, ректайм, в общем-то, разновидность где-то джаза. Конечно. Вот. И джаз начал влиять уже очень непосредственно на музыку академическую, так сказать, композиторов, которые до этого считались чисто такими симфоническими или, в общем, классическими. Классическими хотят, да. Вот. И раз уж зашёл разговор о Равеле, вот как раз мы собирались исполнить одно из его наиболее популярных произведений, ну, имеется в виду камерных произведений, конечно, «Скрепичную сонату», где... Одну часть. Одну часть, да. Вторую часть. Почему именно её? Потому что здесь Равель использовал форму, такую, блюз, которая, в общем-то, связана именно с появлением джаза, с проникновением его во все сферы жизни. И вот эта часть, она так и называется, блюз. Ну, конкретно о блюзе я не знаю, что говорить. Есть смысл вообще? Ну, конкретно о блюзе немножко сейчас тоже нужно, конечно, объяснить просто, что это такое, потому что это жанр весьма специфичный. Но вот именно в этой сонате Равель действительно предстоит ведь инноватором во многом. Он очень многие приёмы, чисто исполнительские какие-то, ввёл, может быть, первую практику. Здесь он очень много подражает, например, звучанию, реальному звучанию, может быть, банджо, там, гитары. То есть джазовых состав, это вот первоначальные пиццикаты. Да, при этом он пользуется таким приёмом пицциката, ну, что означает, естественно, просто перебирание струн пальцами руки. Вот, очень он щедро используется этим приёмом в этой части. Ну, это придаёт, конечно, колорит такой уже блюзовый. Вот. Ну, сам Равель что об этой сонате сказал? Вот тут его собственное высказывание. Простота главенствует. Необходимо подчёркивать независимость партий скрипки и фортепиано, инструментов, нисходных по своей сущности. Ударный характер звучания фортепиано и певучей скрипки, нисколько не уравновешивая своей контрастности, они раскрывают именно своё нисходство. Ну, тут я не знаю, лучше тут не сказать. То есть, игра на контрастах, конечно. Контраст. Ну, а что касается, собственно, блюзы, то здесь можно просто дать перевод, а перевод ведь сложный. Да, это практически. Слово «блю» по-английски – это не только оттенок синий или голубого цвета, это ведь на негритянском сленге, это же и выражение какой-то тоски, может быть, душевной боли. То есть, это чисто негритянский жанр, песенный жанр причём, в котором затрагивались темы предельно бытовые, предельно приземлённые, вот это угнетённого негритянского населения Америки. И вот блюз, как только он получил выход, вот такой выход на более широкую сцену, на более широкую эстраду, скажем так, то он сразу захватил, конечно, внимание и композиторов серьёзной школы. Ну да, конечно. Они не могли пройти мимо этого, тем более, что это жанр, устоявшийся веками, и только в начале XX века сумевший пробиться. Это тоже очень важно, потому что Равель, кстати, один из первых использовал чисто джазовый... Да, один из первых. Да, чисто джазовый жанр. Может быть, не первый. Островинский, но вот Равель. И наиболее в яркой форме, может быть. Сейчас мы сыграем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Возвращаясь к разговору о бытовых интонациях Мы хотели бы сейчас подойти к личности великого композитора Дмитрия Шостаковича Композитор глобальнейший Просто это гений XX века Трудно, пожалуй, назвать жанр, в котором бы он не пробовал себя Это и оратория этой симфонии, опера И вместе с тем пьесы малой формы, мелкой формы Причем иногда даже такие немножко сознательно, ну что ли, провокационные Как, скажем, его цикл романсов на стихи из журнала Крокодил И вот сейчас мы хотели бы исполнить вам цикл, небольшой цикл из четырех прелюдий Первоначально эти прелюди были написаны для фортепиано Затем были переложены для скрипки с фортепиано Сейчас это будет звучать как скрипичная прелюдия Ну что можно здесь сказать, поскольку все-таки скрипичная сейчас музыка будет звучать? Ну что сказать? Ну естественно, как уже сказано было, что использованы, конечно, интонации, бытовавшие в те времена Это 20-е годы? Да, 20-е годы, они были написаны прелюди Переложения для скрипки с фортепиано Вот, ну а об это выход тогда все что говорит? Шостякович очень смело вообще использовал всегда такие вещи Даже в своем виолончельном концерте он ввел популярную в то время песню «Купите бублики» И несмотря на ее, в общем-то, такую откровенную банальность Она в результате все-таки служит достижению высокой художественной цели И это, кстати, характерный пример вообще для этой мысли Что композитор может обращаться практически к любому музыкальному материалу Важно, в каком контексте это подается Ну, я не знаю, лучше всего можно сказать только сыграв, по-моему, эти прелюди Единственное, что можно дополнить, что жанр прелюдий Как форма прелюдий музыкальная Это, в общем-то, форма довольно традиционная Идет еще от классических композиторов, от Баха, Шопена Ну, а у Шостяковича, сохранив форму, он внес принципиально, конечно, новое содержание Сейчас мы исполним четыре прелюдия КОНЕЦ 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 Итак, Шестакович, четыре прелюди. Можно было бы назвать их маленькими шутками большого мастера, потому что музыка явно просто ироничная, скажем так, ироничная по своему характеру, очень необычная, с привлечением каких-то совершенно не классических интонаций, во многом юмористичная. Он был музыкантом с великолепным чувством юмора. Ну, здесь можно вспомнить Ильфа Петрова. Это про два мира, которые существуют параллельно. То, о чем мы говорили в самом начале, говоря о разветвлении музыки в XX веке, так вот два мира. В одном строятся заводы, а в другом сочиняется песенка «Кирпичики». И вот это как раз тот случай, когда в творчестве Шестаковича, как одного из выдающихся великих композиторов XX века, как раз вот эти две линии очень органично переплетаются. Но сейчас мы бы хотели обратиться вот к другой, к другому направлению музыки и хотели предложить вам небольшую, правда, пьесу композитора, пьесу совершенно иную по настроению, по характеру, по своим исполнительским задачам. Это пьеса современного польского композитора Витольда Лютославского, которая называется «Речитатив и ариоза». Пьеса написана для скрипки, звучит совсем немного. Да, она небольшая, но именно, может быть, потому, что, несмотря на ее небольшие размеры, в ней удалось композитору как-то передать душевные состояния, два разных душевных состояния. Эта пьеса чисто медитативная, можно сказать, такая, с отрицательного характера начала. То есть, может быть, где-то имеет дело со внутренним миром. То есть, это вот тот самый психологизм, уход где-то вглубь, о котором мы тоже говорили вначале. То есть, это не музыка на широкие какие-то, на широкие сцены, не музыка для больших концертных залов, это сугубо такая камерная и очень сосредоточенный слепок конкретного состояния, двух конкретных состояний. Да, и еще можно добавить, что, в общем-то, сам жанр «Речитатив и ариоза», он происходит из вокальной музыки. Это обычно в операх используются такие формы. Ну, здесь Лютославский взял, как, в общем-то, считается, может быть, потому что считается, что наилучший выразитель человеческих эмоций – это голос человеческий. И, может быть, он именно поэтому и взял такое название. Не знаю, это мое субъективное, может быть, где-то мнение. Вот, насколько нам удастся передать это его состояние, мы попробуем вас познакомить. Лютославский, «Речитатив и ариоза». Речитатив и ариоза «Речитатив и ариоза» 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 Речитатив и ариоза «Речитатив и ариоза «Речитатив и ариоза» Речитатив и ариоза «Речитатив и ариоза» Достаточно сказать, что Стравинский уже буквально с первых же лет XX века, с первых же годов общался практически со всеми ведущими мастерами искусств культуры Европы, следовательной всего мира, поскольку культура была сосредоточена в те годы в европейской части. И здесь нужно вспомнить его творческие контакты с такими людьми, как Жан Кокто, выдающийся драматург, как Пабло Пикассо, имя которого говорит само за себя, и многие другие люди, с которыми очень тесно взаимодействовал Стравинский и в своем творчестве, и даже чисто в жизненных контактах. Но в своем творчестве он раскрыл такое многообразие различных направлений, хотя говорят, что он скорее развил эти направления, но не создал ни одного. Ну, не знаю, если здесь говорить как-то более подробно о Стравинском, то его очень часто называют основоположником движения неоклассицизма, не так ли? Ну, бывает. Ну, здесь в этом произведении как раз сказалось стремление Стравинского каким-то таким синтезом. Эстетическим жанром, что ли, здесь, потому что история солдата в оригинале, она написана для 9 или 10 инструментов, потом чтец, декламация, балет. И, в общем, очень много всего действия происходит на сцене. То есть, как образец какого-то слияния нескольких искусств. Вообще-то была попытка создать новый театр. Музыкальный театр, но музыкальная попытка. Ну, в общем-то, мы сейчас предложим вам, во-первых, фрагменты из этого произведения, и, во-вторых, переложенные Стравинским самим для ансамбля в составе вот трёх инструментов. Скрипка, рояль и кларнет. Ну, прежде чем мы начнём исполнение, я бы хотел немножко подробнее просто остановиться на каждой из этих трёх частей. Мы сыграем сейчас не всю сюиту, три части всего из этой сюиты. Первая часть называется «Марш». Это часть, где даётся, ну, как бы экспозиция образа вот солдата, и всё, что связано будет с ним в дальнейшем. Я не буду рассказывать сюжет, он сейчас не имеет прямого отношения к нашей передаче. Он основан на сказке «Солдат и чёрт». Да, «Солдат и чёрт». Чёрт, который покупает у солдата его скрипку, а со скрипкой покупает его душ. Вторая часть называется «Скрипка солдата». Вот здесь как раз переплетаются чертовские интонации и чисто русские, такие наигрыши, вот скоморошие, о которых я говорил. И, наконец, третья часть, которая прозвучит. Вот здесь в большей степени как раз заметно увлечение стравинским самыми различными жанрами, которые появились в первых двух декадах XX века. Это джаз. То, с чего мы начали нашу передачу. Часть состоит из трёх, ну, подчастей, что ли, так. Танго, вальс, рэк. Рэк-тайм, имеется в виду. Танго сознательно банальное. Сознательно, ну, томное, что ли. Страстное. Страстное танго, но которое воспринимается здесь скорее как пародия, безусловно. Чисто салонный вальс, в который переходит эта танго. С хорошим движением, с хорошей динамикой, которая переходит, в свою очередь, вот в рэк-тайм, где чертовские интонации, которые были заложены уже в скрипке солдата, они здесь, в общем-то, берут, наверное, вверх. Да. Потому что здесь начинается просто такой, ну, разгул вот этого всего колдовства. Итак, Стравинский, история солдата, марш, скрипка солдата, танго, вальс, рэк. Я хотел бы представить вам третьего участника нашей сегодняшней программы, солиста симфонического оркестра, Тасмухана Исенова, который исполнит партию кларнета. КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал! Добро пожаловать в наш канал!